Митинг памяти жертвы радиационных аварий и катастроф состоялся в воскресенье у памятника ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы. Ровно 29 лет прошло со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Каждый год собираются очевидцы тех страшных событий, чтобы почтить память тех, кто ценой собственного здоровья и жизни спасал мир в далеком 1986 году. Вот и на этот раз пришли ликвидаторы последствий катастрофы, вдовы, первые лица города и района, казаки и просто неравнодушные люди. Более огромной благодарности хочу выразить тем, кто не участвуя в ликвидации Чернобыльской катастрофы, сегодня находится среди нас. Вы, уважаемые чернобыльцы, сделали свой гражданский подвиг. А рядом с вами стоят люди, которым не безразлично боль ваших утрат, не безразлично судьба нашей Родины. Поэтому они каждый год уже в течение 20 лет, 29 лет приходят сюда и вместе с вами отличают эту трагическую дату. Глава крымского городского поселения о трагических событиях в Чернобыле знает не понаслышке. В 1986 году, когда мир облетела страшная весть, а потом на взрыве, в числе первых он отправился к месту аварии, где ликвидировал последствия самой страшной техногенной катастрофы 20 века. Как и для всех чернобыльцев, для него жизнь разделилась на два этапа. Жизнь поделилась на до и после, до взрыва и после взрыва. У многих чернобыльцев судьбы изломаны, многие чернобыльцы ушли из жизни. Но хочу сказать одно, что все, кто был на Чернобыле, он постарался сделать все, чтобы оградить нашу страну от этой беды. Совет ветеранов Чернобыльской катастрофы сейчас возглавляет Николай Елисеев. Он вспоминает, как в Чернобыле в те страшные дни думал о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Когда мы были там, мы за спиной не прятались, мы выполняли свой дух. Каждый год 26 апреля приходит к памятнику Галины Чеботарёва. Ликвидацией аварии участвовал её муж, но 19 лет назад он ушёл из жизни. Здесь на митинге вспоминается, как впервые они с мужем о взрыве услышали по радио. Он сидит и говорит, бедные люди, как им там тяжело. Вот если бы сказали, я встал сейчас с автобуса и пошёл помогать. Мы приехали, сколько там, два месяца прошло, и его забрали туда. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Александр Герматов чтит память о своих товарищей. Вместе с ними он жил в посёлке Иванково, а работал на передовой. Мы закрывали саркофаг, лазил и на крыше, и под низом был, под реактором, везде работали. Жить и бороться с недугами чернобыльцам помогают близкие. В их адрес звучали добрые слова. Я хочу выразить низкий поклон всем чернобыльцам за участие в ликвидации аварии. И, конечно же, выразить огромное слово благодарности вдовам и родственникам, которые все долгие 29 лет находятся рядом с нами, болеют вместе с нами и помогают нам жить. Всех ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, тех, кто ушёл из жизни, участники митинга почтили минутой молчания. В память о них под ножи монумента легли венки и цветы.